Сегодня у нас вопрос довольно сложный. Правительство внесло в Государственную Думу закон о дополнительном налогообложении личных подворий наших граждан. Вот этот вопрос очень меня беспокоит, потому что у нас сельское хозяйство, хотя им правительство и гордится, но оно в основном зиждется на зерновом хозяйстве и преобладает в выращивании зерновых в основном Ставропольский и Краснодарский края. Все остальное мы практически покупаем и зимой, и летом за границей. Для того, чтобы поднять сельское хозяйство, надо поднимать село, потому что село без инфраструктуры, без школ, без больниц, без медицинских учреждений, детских садов и прочих культурных заведений жить не может, там такие же люди, которые хотят смотреть кино, ходить на танцы, ходить в библиотеку, ходить в школу, а когда всего этого нет, то, естественно, молодежь бежит из села, села пустеют, сельское хозяйство хирей. Вот этот закон, который облагает дополнительным налогом наших сельских тружеников, ну, это, так сказать, последний гвоздь в гроб нашего сельского хозяйства. Что они хотят? Они хотят, чтобы личные подворья, а это просто усадебные, усадьба любого крестьянина, дом с двором, на котором чаще всего выращивается какая-то продукция огородная, либо животноводческие строения, где живет корова, пяток овец, десяток кур, вот чем живет хозяйство. В советское время вот это домашнее хозяйство, оно приветствовалось, и говорили, водите и кур, и корову, чтобы вы не ездили в город за молоком, чтобы не покупали там сливочное масло, пусть горожане едят эти готовые продукты, а вы уж вот как-нибудь обойдитесь сами. Это не облагалось никаким налогом, это наоборот приветствовалось для того, чтобы люди выращивали для себя животноводческую и растневодческую продукцию. Сегодня все изменилось. Сегодня говорят, раз ты выращиваешь помидоры, ты имеешь доход, ты обязан поделиться с государством и заплатить за эти помидоры. Если у тебя растет дерево яблоня, ты должен купить патент, потому что ты выращиваешь яблоки и имеешь с них доход. Вот те люди, которые пишут эти законы, они просто не представляют, а сколько в селе составляет вот этот самый доход от огорода, от коровы или от питок баранов. Вот сколько этот доход в общем-то составляет. Дело в том, что сегодня вот этим законом заставляют людей либо регистрироваться как предприниматель, раз у тебя есть огород и корова, то ты должен зарегистрироваться и платить соответствующие налоги. Это 30% социальные фонды, 20% НДС, налог на прибыль 8 или 10%, в зависимости от того, сколько они там придумают. Вот это все с того дохода, который ты будешь иметь. Вот я сам лично имел дачу, эта дача мне всегда приносила убыток, потому что содержание этой дачи, я уж не говорю свой собственный труд, сколько я туда вкладывал, я его не оплачивал сам себе, но если нанимать человека и чтобы он у тебя на даче работал, ему платить заработную плату, то все, что на даче выращено, это все будет в убыток, потому что расходы, плата за воду, за электроэнергию, плата работникам, это все, даже без работников, все уходит в убыток. В Московской области и вообще в северных регионах нашей страны сдачи вообще ничего получить невозможно. Здесь кроме корнеплодов ничего не растет, здесь же не вырастешь помидоры, арбузы какие-то там, перцы, баклажаны, они здесь просто не растут, здесь климат не тот. Ну, а на картошке с морковкой, вы знаете, миллионы не заработаешь, даже 10 тысяч не получишь. Ведь у нас уже действует закон о налоге на землю и на недвижимое имущество с кадастровой стоимости. Когда он вводился, он вводился сначала в 20 регионах, потом во всех остальных. Когда он, этот закон вошел в силу, крестьяне стали отрезать огороды, потому что платить за усадебную землю стало невозможно. Очень высокий налог. Даже дачные участки здесь, в Подмосковье, платили 350 рублей за 6 соток в год, теперь 8-10 тысяч. Это еще без недвижимости. В результате люди побросали дачи, чтобы не платить, потому что с дачи, вот при этом даже налоги, 10 тысяч дохода не получишь, не продашь. Ведь дело в том, что на дачах спеют у всех все в одно и то же время. Вот поспели помидоры, и у соседей поспели, и у всех поспели, и куда их девать. Цена сразу рушится, продать их за высокую цену невозможно, да их легче выбросить, чем целый день сидеть и торговать за бесценок. В результате дачники, и огородники, и крестьяне ничего не получают, никакого дохода с этого огорода. Так ведь Дмитрий Анатольевич Медведев позавидовал. Вот у него там, я не пойму, не помню сейчас по фильму, 5 дач, там 5, 3 дворца, несколько яхт. Он что, считает, что у нас такое же имущество у каждого крестьянина? Ну, у каждого крестьянина один советский дом остался и забор поломанный. И вот держит он там, бедолага, корову только для того, чтобы молоко не покупать, а хоть молоко это пить самому, даже не на продажу. А его заставляет теперь с Дмитрием Анатольевичем поделиться вот этим вот доходом и отдать ему половину. А что же тогда бедному крестьянину достается? Вот сейчас передвигают пенсионный возраст. Люди на эту пенсию ждут, как манну небесную, потому что у них денег нет. В селах сегодня нет работы, нечем абсолютно даже заплатить за электроэнергию. Вот они ждут этой пенсии, чтобы хотя бы за коммунальные услуги, за воду, за электроэнергию платить, потому что ни помидоры, ни огурцы в качестве платежа не отнесешь ни в какую энергосбутовую компанию. Так вместо этого вот предлагают теперь, раз ты имеешь яблоню во дворе, и если ты имеешь козу, то ты занимаешься растениеводством и животноводством. Покупай патент у Дмитрия Анатольевича Медведева и плати ему, бедолаги у него в бюджете денег нет. Вот если при налоге с кадастровой стоимости на землю и недвижимости на 30% сократились посевные площади крестьян, то сейчас, вот если этот налог введут в действие, то народ вообще отрежет всякие огороды, выгонит всех коров и коз, и не будет заниматься сельским хозяйством. Почему у меня вызывает это тревогу? Может быть даже большую тревогу у меня вызывает само сельское хозяйство, чем сельские дружники. Хотя сельских дружников жалко тоже. Вы понимаете, какое дело? Дело в том, что 45% крупнорогатого скота и мелкого скота выращивается в личных подворьях граждан. Это почти половина. 80% картофеля и 70% овощей выращиваются тоже в личных подворьях граждан. Вот если граждане сейчас отрежут свои огороды, прекратят высадку овощей, если они зарежут всю скотину и уничтожат ее, чтобы не платить налоги, то мы половину продовольствия, как растеневодческого, так и животноводческого, недополучим. Это значит, нам придется обращаться на Запад и покупать остальное на доллары и на евро. А на Западе нас обложили санкциями. Мы что делаем? Вот тот, кто писал этот закон, это вредитель. Его судить надо за то, что он подрывает, ну, не только устои крестьянства, он подрывает экономическую базу нашего государства. То есть он отказывается от выращивания половины того продовольствия, которое сегодня дает нам личные подворья наших крестьян. Я написал уже статью по этому вопросу. Я думаю, что фракция КПРФ ни в коей мере не согласится с этим законом. И я думаю, что нам удастся все-таки этот закон не допустить, чтобы он был реализованный, чтобы был принят Единой Россией. Продолжение следует...